Зачем тебе трилогия ME не нравится? Мне очень нравится трилогия ME. Mass Effect шикарная игра. И первая, и вторая, и даже третья с натяжкой, несмотря на концовку. О, уже 1800 можно набрать. А новые карты появились? А новые обилки появились? Ну, карты, походу, нет. Стримерские прятки, ага. Ну, поехали. А, вот. Прятки будут копчиком. А, я про Mass Effect говорил. Но, блядь, простите, но, блядь, делать Mass Effect тот же самый, который мы играли 10 лет назад. Просто с убранной жопой Миранды и чутка подкорректированными бликами. За 3500? Я, ну серьезно, вам негде деньги взять? А вы заметили, что лучшим ивентом Геншина назвали почти ПВП-эвент? Когда они уже такие введут Рубилова? Может быть. Ну да, почти ПВП-эвент, это правда. Па-бам, пара-па-бам. Так, за кого мы здесь бегаем? Заменяют обычную атаку на приманку. Блин, приманка оказалась такой бесполезной из-за того, что нельзя поставить 10 штук на карте. Так это тупо. С убранной жопой Миранды. Ну, ее там убрали в каком-то одном из... В одной из катсцен или что-то такое. Третья МЕ улучшая в серии по всем параметрам, кроме концовок. Ну вот, я и говорю. Крой бы концовок, а так она хороша. Но нет, вторая часть серии улучшая. Поехали. Гамбу-гамбу. Гамбы. Гамбы-гамбы-гамбы. Давайте. Кто подебит? 30 секунд у вас есть. Ту-ру-ру. Ту-ру-ру. Так, здесь прикольно на горы ставить эти же, да? Коробочки. Сюда вот, например. Интересно, видит ли он меня сейчас? Вот непонятно, как оттуда видно, как не видно. Ту-ту-ту-ту-ту. Он, вентиль, летит, летит, уже летит. Почему розария? А она ночью, вроде как, быстрее бегает пассивкой своей. Если это работает. Проверен тот фейковый ящик. Братан, фейковый ящик там. Фейковый ящик в другом месте. У него показало в ту сторону. А в мою не показало, что ли? Забавно. Так, ладно, сидеть. Ну, вон ящик, вон коробка. Ну, проверь ее. Я туда специально фейковую ставил. А Билк только одного показывает? Блин, я, кстати, думал всегда, что нескольких вроде бы. Скрытый дворец в пукан. Ты что сюда смотрел, а? Я считаю, что это сделал. Он за нами где-то там бегает. У меня еще здесь фейковая, может быть, он... Он, короче, бутюпт. Так, я предлагаю бежать в другую сторону от его любезности, пожалуй. Ага, он одного подсветил, ясно. Ну, не страшно, значит. Думаю, прятки с абами будут. Ну, мы играли уже вчера с сабами. У нас были такие прятки, в принципе. Качапури охотится на людей. Сейчас по-хачапури. Блин, он не может одного игрока догнать, Вол. А, ну, потому что с дерева мансит. Логично. Найс. С одного дерева на другое, причем, Кек. Ой, молодец, Диона, молодец. Ну, сейчас поймает. Нет? Она в инвиз ушла. Изи. Но ненадолго. Ой, я ему какаху перед лицом прям поставил. Ня-ням. Нойс. Окей. Поздравляю, синих. Блин, мятежники прячутся. Па-бам-пам-пам, па-бам-пам. Теперь ты знаешь, что отвечать людям на вопрос, когда-то БД, да. Да, по-джарски. По-джарски. На этой карте слишком много деревьев. И что? Да, это правда. Но... В принципе, игра за охотника не настолько сложная. Блин, офигенно, я все-таки карточка будет. Ты меня не видишь? Ты меня не видишь. Погнали еще. Да какой телепорт в Манштадт? Самое неудобное в этой игре просто. Жаль на ДРДБД не будет этого ивента за шобу после этого вопрос паров. Это да. Пара-пара-пара-пара. Самая сложная карта от винокурня, там можно... Да, да, винокурня очень жесткая. Это самое хорошее для выживших, для мятежников. Сколько тебе часов в Геншине? Около тысяча. Я по количеству настримального времени смотрел. Это все за шесть месяцев. А вот и винокурня. И мы мятежник. Окей. Кто же подебит? Кто же подебит? Акума против нас. Давайте Чичу. Мельница самая изи. Мельница тоже крутая, потому что домов очень много, деревьев очень много. Можно есть где прятаться, есть где майнси, что самое важное. Мельница тоже, да, крутая. Один процент за охотников, а вот возьмет и подебит. Так, ставим приманочки где-нибудь. В жопе. В жопе, в жопе. Блин, ночь. Ночь неудобно за фонарики, конечно, играть ночью. Он сразу на винокурню, что ли, полез? Походу, да. Я тогда спрячусь здесь лучше. Я надеюсь, это считается, как спрятаться. А не, он поэтому бегает по низу. Нашел один бегающий фонарик. Мотто хаяку. Мотто хаяку. Чичи, давай залази нормально. Надо же попробовать научиться с балкона залазить, нормально. Кстати, может сейчас залазить, а я об этом не знаю. Нет. Кто-нибудь забегает? Зачем фонарик? А мне нравится приманки ставить. Это забавно. О, фак. Прямо на него. Плохо дело. Джунли просто рядом стоит, лол. Упс. Не знаю, видел он то, что я наверху был или нет. Я специально побегал чуть-чуть, чтобы... Ну, типа, сбежать с крыши, чтобы он нас потерял, как бы. Мне кажется, чувак не знает, что можно на крышу залезть. Был вкусный мусор? Не было. Не вижу заказа. Так. А может, уже и знают. Не, ну, как бы, да. Тут вся тема все-таки в крыше. В любом случае, вся игра в догонялки строится на вертикальном геймплее. Потому что горизонтально просто бегать, прятаться, это... Скучно и... И вообще, и сложно. И что самое главное, в принципе, нереально. Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. Через балкон и изи залазить. Надо тоже как-нибудь через балкон попробовать. Потому что я всегда лезу через карниз с той стороны. мятежники 97 процентов 6 но и на корне вообще мало кто крыш чекает не шарят не шарят таков геймплей такой геймплей специально волю взял за стеной можно прятаться хорошо да за валей там-там-там поэтому прячусь за хоталу вай а все монетки а новых заданий не не привалило вот этих скрытых нет ох тяжело даст найти людей на азиатском сервере так то игроков из европы ну наверно кто то есть что есть в чате из америки игроки с азии игроки кановые обилки завезут но очень надеемся что в ближайшие пару дней чего-нибудь завезут я охотник ой самая легкая карта для охотника розария идет искать дарова ам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам можно около взять что зайдут прогнозик тоже по дебит присед кинуть на джин какой 4 она мая или 2 на мадве знать темного русскоговорящих попадалось не особо не видел пока я за мана можно тут 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 там а какая в лицо класс еще какая в лицо окей вот так тут замерзает не ну кто-то здесь точно спрятался где-то нет чё говорю про самую легкую карту замана здесь любят прятаться где-нибудь забираться неужели все втроем на горе ну один на горе точно а второй там же на горе мы так не хотел сразу на гору бежать надеюсь что кто-то еще тут для какой не запрыгнула лол не ну и тор еще братан или кто это альбедо как бы хвоу так привет люмина а здрасте видели вторую последнюю кто она там дион и по моим было я видел ну да это с очень сложная карта типа нереально вообще не не надо уже корейский звук диван и выцепить не не на японском тоже неплохо так не акает я че так почему-то раньше этого не замечал этого няня здоровая пипита давно не заходил начал смотреть тебя с интер и полистал предыдущий стрим вижу совсем не играешь даже на 3 мая в честь новинок не играл играл на 5 мая просмотров на игре совсем нет 200-300 максимум онлайн к сожалению я не могу себя свои свои силы так сказать свое время уделять ронтере когда люди ее не смотрят ни на твиче ни на ютубе смотрят но к сожалению в россии не особо много но просто нужны нужно чтобы hardstone заразе положили наконец-то мертвую игру hardstone и пошли играть в нормальные игры а не но как мы знаем hardstone они любят карточные игры они любят свою вот это сложно будет так охотники выиграли как мы знаем hardstone они любят игры не любят свою кормушку в виде хардстоуна и поэтому сидят в ней, сидят и сидят. И никуда они оттуда не уйдут. Раз ты монетки завпармил, можно вписаться ли это властецкая? Да нет, я еще буду играть, но ты... Глам, собирать пачку, это надо фул пачку собирать. Невозможно вдвоем пойти и найти рандомов, если я правильно знаю. В карточных играх сложно перейти в другую, так коллекция лузается. В хардстоуне у тебя ничего не лузается, у тебя раз в год лузается полная твоя коллекция, потому что один формат переходит в другой формат. И типа ты переходишь в одну в рунтеру и у тебя ты набираешь всю коллекцию карт за один месяц. Ты играешь в хардстоун, о, я инвест не взял. Блин, это может быть луз. Ты играешь в хардстоун и у тебя фул коллекция карт собирается никогда. Если ты не задонатил гигантские цифры, да? Ну типа вот как есть. Так, куда они там пошли? Ну ладно, я тогда наверх пойду. Ты же апнул седьмой ловчайника, да, апнул? Ага. Гамбль, а я разве... Я вроде начал, да? Блин, дед, ну ты уж выбери, куда ты пойдешь. Он видел Мону где-то там. А вон она в водичке плавает. Он ее видел. Угу. Он не должен был меня видеть, по идее, пока что. не должен был успеть. Ага-с. Но это... Рип... Я не знаю, что и как произошло, но... Окей. Где он? А, это стена... Ты блин, а где-то... Я же здесь залазил. Упс. Он сейчас меня мог увидеть, кстати. И сейчас, когда вниз полетит, если будет смотреть, то тоже спалит. Может быть, нет? Ну, я... Скоро за штукой лететь, кстати. Мону сейчас найдет. Или нет. ну ты сможешь увидеть как бы сложно было если бы он на мини-мапе не отображался это конечно было бы полная жесть что мон так хорошо в этом венте да у мона видишь пузырьки на земле к ней надо привыкнуть к моне надо привыкнуть во первых она быстрая во вторых она просто зажимает shift и от нее остаются только пузыри и эта карта изи для охотника ну по факту поздравляю синих тут что зона смещается нет ничего как бы ты не любил dbd оля как мансить научився молодой я тогда я то умею я хотел ответить или на что я отвечал и забылся он поехали дальше что кстати название стрим имеется член продолжается батл рояль в геншине когда-нибудь будет мне кажется разрабы не могут упустить такую возможность не на не хотел собрать сабов поиграть мы вчера собирали и бы их было не очень много знал что имя ивентового игровода гай гекс это отсылка к создателю dnd нет не знал но знал что а подожди создатель dnd я думал мотыги а мы про хардстоун разговаривали ну ладно я уже все сказал про этот хардстоун мы что-то говорили и я уже забыл в нахер пускай сидят играют пердят свою автобатлер а карточные а и забывают как играть нормальные карточные игры папа папа стоит ли использовать шальные карты да а куда их еще их больше никуда не денешь гвинт ван лав мертвые карточные игры вспоминаем avenger гамба блин не успел но уже бесполезно мне кажется давайте потом вот эта карта очень удобная плохая для суров она такая не самая удобная да блин эти гамбы типа раз в три минуты гамбы ну может нам раз в час гамбы делать кин серьезная оценка побежала она ничего не проверяет она еще сразу на гору бежать что ли и чё она в инвиз вошла клипинг ищем ее ищем по-моему за кем-то носится просто обыскивает я хочу вниз бежать тут карта реально самая худшая хотя по факту лучше держаться помог на максимальном отдалении дивана блин прости я же не знал что ты здесь 5 на гору полезу но это какая-то сильно к цинка я думаю что мы здесь лызнем могла меня увидеть газ отвали нашла да она сверху осматривалась стрим смотрю да не ну не ну может быть так кто знает какая разница все ткатка на три минуты все зависит на городе он услышал просто отлично я моя девочка где-то чич полезно дать здесь нормас правильно я бы на месте где он и забирал но она не успеет все она рип на ее уже увидели волк на газ не загамбил когда раз тогда когда проиграл да я специально вы же понимаете гамба была бы зачетная но это сложная лока но и на одна из самых сложных там только на дереве и на горе то и прятаться в принципе добавить вид от первого лица в геншин но вот в таком и венте если бы они добавили вид от первого лица это бы настоящий дбд получился и это было бы очень сложно кстати за охотника здесь было бы очень сложно играть сурвы бы просто но эти бегали бы за спиной спокойно боже мой опять эта карта тоже подебит кто же кто же кто же подебит крюча не хочу приманку на этой карте брать возьму невидимость пожалей телефончиков а ну да ну да заказывайте сегодня чё-нибудь или нет так я где-то какую-то раменную себе ля чат я только что нашел в ресторане лепешку мора да фак ну на самом деле там просто лепешка с мясом так короче играем на инвизы чах закажи ну я на приедет я ей предложу заказать что-нибудь из этого ресторанчика это какой-то пока что такой слабенький как быстро внезапно найдет уже не найдет то-то-то-то-то-то стамина как главный ресурс игры к ста уй ой 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 кажется ли он вернулся на самый нижний ярус кто еще играет за и таро русский ресторан кросс верится с геншином кроссоверится как те такое киевсин да 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 эх чувак реально думает что игроки прячутся только во всякие пугало за это играют те кто хочет романсить на эль я хочу быть девочкой романсить на эль что началось все деревья здесь проверят к 100 стоп любезность лол дару чунь ну у меня закончилась стамина что он подваивает ща как прилетит и минусанет меня попробуй жрать хавку на стамину ну хзм так что я не скину лепешку мора мора вы ведь на охотников ставили там геокул был класс не брати внимание пара-папам-пам-пам-пам-пам-пам пара-папам пара-папам блин ну залипать в этот ивент конечно можно бесконечно просто он такой офигенный столько фановых моментов особенно вот кто-то жаловался в чате что нужен рейтинг в игре иначе матчмейкинг слишком бездарный типа попадаешься против нубов против новичков против мобильных игроков видели да там льюи был картиночка с льюи это наверное одна из следующих карт которые пока что закрытая вот но по факту по факту по факту мхо матчмейкинг наоборот не нужен чтобы создавать вот такие веселые моменты даже если хороший игрок против новичка играет на что такого может быть он чему-то его научит может быть тот поймет наконец-то что ага люди оказывается прячутся не только в коробках и этих и пугалах но и залазят там на деревья на дома и так далее ну типа такой матчмейкинг норм где палец байоната на восклицательном знаке тебе так не хватает его там 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 немножечко крутит там-там-там-там-там у меня было ты не обознал на новиночки у у у о у у у у у у у у так ну поехали узнаем где там ну скорее все на горе нет ни на горе окей мгновенный матчмейкинг и так приятно да если вы когда-нибудь играли в dbd вы знаете насколько ужасен в этой игре матчмейкинг а здесь все еще так быстро ищется классно 4 подряд но дорог я же в твою сторону смотрю на шо ты не знаю феникс спб понятия не имею смотрю тебя ни разу не завагалась у меня 3 тигр нельзя выбрать персонажа зато бегаешься вилками пока все фокажат вообще не было багов да я не знаю чё у тебя у тебя с компом с компом чё-то очевидно там 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 ну вчера баги были ну и от странно на гамби думал что ты за мимиков так а я был за охотников да я был красным так новый прогноз чё у нас дальше ледяная лока замятежников поехали блин интересно в этом ресторане реально чем вкусно есть помимо лепешки моро лепешка свинина говядина лапшичка какая то сколько 1200 грамм что килограмм лапши за 36 рублей да не не верю ну с мясом они наверно с учетом веса тарелки считали на на ну зачем я инвиз по прожала это работает на то чтобы меньше замерзать разница нет важный вопрос работает ли она на этот на стамину но опять же зачем он прям сюда сбежит о боже бочка что ты делаешь чат наши шансы на выживание резко уменьшились чат наши шансы на выживание резко уменьшились и фор фак сейк райхардер какой-то щипот глядывает заранее он ведь видел что мы здесь вот это он удачно промахнулся вы видели да не достала но я тогда тут посижу пожалуй может нет для мокрый пар шить такое для щас сюда прибежит меден виза секунда почти почти ну и последний день на горе сидит не но это было хорошо я пытался как бы если чунь просто взял в самом начале спалился и нас по сути два виси один кое конечно жесткий подглядывает блин туда увидел парни не думаю она не не должно быть видно если не ошибаюсь но красные здесь в принципе большие шансы что охотники выиграют на этой карте поздравляю parents потерей всех рогаликов может не всех не знаю ошибок подробнее пара рарам по бабам пам 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 сыграть и так быстро надо на дом накоплю оценочков нет она не оффнута она в подкате хотя вроде давно не заказывали ну я я немножко увеличил количество времени так мятежник на мельнице погнали тоже победит дальше но здесь я приманочки возьму все-таки но инвиз сильнее инвиз сильнее гораздо удобнее и лучше просто приманки фановые наверное я не знаю что их только три можно поставить у нас и сообщить дарина это пасим за четвертый месяц и сабы вы мастент гелар спасибо большущая за поддержку спасибо огромное чтобы чемпионат среди стримеров на 10 сабах такой чемпионат нет мы просто по фану поиграем ну сегодня есть план на вечер как раз поиграть вместе какой бы нет но он пускай будет бы неприметный в манштадте бакенда бакен и вот куда исчезла неужели две только можно поставить или что я же вроде второй день и люди все еще не обыскивают деревья пока она сюда я лучше в эту сторону побегу брукенда брукен эй братан а я понял ты насрал коробку и побежал хорошо хорошо место кстати мне нравится то что здесь коробка насрана лорд оф ас минус и еще одну какашечную коробку в лицо и куда я уже думал сюда пошел а то есть есть все таки отдельный чат для или или это только для вот это вот тайный чат это только для мятежников смотрите там все таки как будто что-то стояло что видели она желтеньким светилась и там же ничего не а это просто дальность при рисовке на этот дом нет кажется не успеваю да кажется нет проблите что ли еще не можешь на дом забраться вот блин чё подсветка на другого челика или клетка а подсветка а и 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 Найс Интересно, она реально пока бежала Видела, что я как бы коробку в трубе Ну, что я сижу как коробка в трубе Или нет Насчет читерского паркура Это обычный ланч Ну, типа, когда ты спрыгиваешь С одной поверхности на шифте быстро Ну да, я сейчас очень круто перепрыгнул С одного дома на другой, очень удобно Что больше мешает охотникам Форхейдерские коробки Или инвиз у мятежных Инвиз, инвиз сложный Коробки, это 5-хед мувы только И с ними нормально Я всегда играю, стараюсь с коробками Потому что это, вот оно создает вот такие фановые моменты Но инвиз тоже создает очень крутые моменты И я инвиз беру только на определенных катках На определенных картах, на которых Ну вот здесь я всегда, например, приманку беру Кстати, прогноз, да, мятежники вытащили Но на ледяной На ледяной невозможно без инвиза Она такая сложная Ледяная и рисовые поля еще Давайте еще раз за Беннета Самая сложная катка для охотника Это либо спрингвейл, либо Этот Либо винокурня Вот эти две В винокурня особенно в дождь В дождь и когда Когда гроза Темно, но не ночь Потому что ночью фонари видно Очень легко А днем, утром В дождь вообще нихера не видно их Рамен огненный Опа мне нравится эта идея огненный соус кажется я знаю что я сегодня себе заказываю так пробежать да пацана гастрит заказывает раз уж сегодня о нем речь идет идеальная коробка сильно отличаются без конст хотя бы от c3 не говоря уже 6 сильно у сенсуса одни одни из самых сильных constellation в кроме 1 2 3 4 5 что все все мощные очень коробку бахнет мою фейковую так она полезла на мельницу уже сразу так быстро ты почему вы кто вообще сидит на мельнице и не убегает когда за ним грек покинул мир вот лох а ну понятно 2 минуты еще какого хрена да отлично я коробка 2 тоже у нее подсвечен 2 3 2 3 3 3 4 4 5 6 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 11 10 9 9 10 10 12 11 9 11 11 11 15 12 11 12 13 15 в адмайер им ту-дум-тум-тум мельница очень жесткая особенно в конце потому что когда остается 30 секунд уже понятно что если игрок другой не на мельница ты выиграл потому что просто улетишь в другую сторону на области встать нельзя нет значит тут как в тру проб ханте нет таунтов и наказания за кликспам хантеров украина украина и что-то еще не богатするのは久しぶりだ и как сейчас нюху написал хотел я не рамен скинуть скинул нюху рамен ну кто же норм сейчас сам рамен захочет охотник винокурня так но это бывает сложно бывает сложно попробуем 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 разорясь сюда нет на винокурне всегда охотник делюк это мое вино так так бегите бегите ту дун ту дун воль налево пробежала тень классно прятки играешь и сам лучше в этом ну типа я просто в принципе в игры как бы очень геймплейно стараюсь играть еще знаком с жанром асимметр это по сути это асимметричные прятки-догонялки я играю с дбд 3000 часов вот в это вот где это говно это моя 3800 4000 часов как бы моя основная игра поэтому я немножко примерно кстати говоря о винокурне на который идет дождь на доме пока никого не вижу все на самом деле лучше всего туда залазить не знаю я не помню чтобы бочка была телеге было да так вам поехали тогда этот не всех всех трех показывает кто говорил что не всех трех показывает всех трех никого вообще найти пока не могу жестко что там про самого лучшего кто там писал да может быть я слишком нестандартно мыслю не те бочки как под которые можно спрятаться о винти прятался на стенке хорошо там не наверху кто-то не так я не знаю на винокурне он падает или нет и не на винокурню оба в эту сторону были так что сейчас посмотрю чё где мой ну сюда довольно легко найти я не знаю где скорее все день 2 века не фонарик потому что ну типа я с краюшку сейчас сделал поиск я специально здесь поиск делал потому что в прошлый раз когда с другой стороны винокурне сделал меня в одну и ту же точку две две линии ну провело вот поэтому последнего так вот легко было найти обилка имбовая обилка которая показывает направление к игрокам это просто жесть а дилюк нашел всех проказников на своей винокурне да 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 игрок отклонил на нее и даже не меняют место дислокации я думаю что 90 процентов игроков ого 10 секунд поиска шли такое 90 процентов игроков пока все матчмейкинг завезли все мы попали в топ тир типа ранг с ранг с гонюй и теперь мы будем искать катку по 10 минут как в дбд прям ура по аркад чек с чатом а все начали подбор блин ну я не знаю можно наверное с чатом очень такое си играть вы все знаете как я действую все знаете куда я прячусь куда как зачем типа типа лучше с рандомами это и просто интересней это правда интересней ну за гонику побегаем та-дам-там-там-та-дам-там а рандомы еще иногда вытворяют какую-то дичь что тоже весело тем более вы же тоже смотрите вы же можете повторять какие-то мои движения и действия и так далее вот это такая такая себе вещь как бы здесь так себя здесь и можно хотя бы поржать да над тем как что и поэтому я думаю мы не будем дис вообще вырубать просто будем играть и рофлить у меня тут как бы на дискорде микрофон и периодически отрубать все равно буду у меня одна кнопочка а вот остальным сложнее будет 4 рядом ну прости сенсу ну нет ладно бы фейковая была вижу двигается это очень легкая даже ставить этот не хочется куда понятно суги наши готова она даже показывает направление вверх-вниз я вот этого не знал кстати да найдем инвиз замерзнет да кстати можно было подождать пока замерзнет окей да это было легко но это было легко очень легко стримеров найдет с ним играть не интересно их не знаю чтобы так не ну подожди мы же будем получить там же будет рандом во первых мы же не можем выбирать мятежник или охотник и да нет это было главное чтобы было весело игра чисто for fun и и вот закоопить в ней прямо очень классно это как знаете типа мы не так часто у нас не так часто есть возможность где-то коопить в геншине сейчас отличная возможность поиграть в пачке все все классно все весело будет тем более всегда стараюсь какие-нибудь профилы делать в этих прятках типа ну играю через приманку там что-нибудь такое так ну здесь у меня беда беннетт я даже не знаю кого взять вентиня пускай будет чича дичу единственный кто вошел в чат что ли странно как вот тухая ку блин откатывается факт кулдом 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 я пока что лучше просто за деревом спрячусь куда вы идеально сливается на вот вилоке кстати возможно ну да кстати ее коричнево-серая одежда должна хорошо очень а вот это проверит не не проверит блин должна отлично сливаться с деревьями факт а проверил какашечную коробку и вторую проверил я сейчас очень опасный но я попробую блин факт не смогу взять к сожалению блин можно было но и если вы был инвиз с инвизом еще кстати ворователь любезности отличная тема без инвизом тяжко стамин надо регинить а поймал из из засветил сразу же кажется он он не знает про деревья ну тут конечно я жесткий а сейчас сейчас мы ね Suite что это мы пора Сколько раз я ему спалился за катку? Сколько раз? Ну, раз пять точно. Ой, жесть какая. Уф. Уф. Самая жесткая карта для ханта? Ну, много кто говорит, что одна карта жесткая, другая карта жесткая. По факту, не знаю, я сколько за ханта играю, я, по-моему, проигрывал ноль раз. Я, я правда не помню, проигрывал я или нет за него, вроде бы нет. Рандомы такие, рандомы. Ну, может быть, да, не помню, проигрывал. Один раз, хз. Вот, кстати, но я опять мятежник. Так, ладно, что говорить, хутаву попробовать здесь, говорите, сливается. Давайте попробуем хутаву. У него такое коричневое одеяние, кстати, да, в принципе. Та-дам-там-там. Не стример тащит, а чича. Чича жесткая. Чем меньше моделька у персонажа, тем сложнее его заметить в определенных условиях. Например, самый простой пример, это... Ну, если брать ДБДшку, да, в пример. В ДБДшке есть кладетка, да, в коричневых шмотках и очень низкого роста. И когда ты по ней пытаешься иногда попасть, иногда это бывает очень сложно. Ну, то есть она просто уворачивается под тобой, поэтому Саня Титарус всегда именно за кладетку делал эти свои выкрутасы. В 360 кладетка, ну, мэг там тоже, типа, не очень высокая. Та-дам-там-там-там. Оп, дед полетел-полетел. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Эй, дед, ты куда? Бьёнь, 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 ай. Ну, сорян. Во-первых, какого хрена бьёнь, 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 бьёнь произошёл? Во-вторых, чё-то жёсткий, он прям, может быть, он меня видел, реально, видел или слышал? Я всё потратил на тебя, ну, сорян. Я хотел, как обычно, вернуться вот на эту гору, но уже как-то некогда было. Долго афкашил, да, слишком долго нельзя так долго стоять на месте. Бьёнь, бьёнь, и вообще, хутау я больше никак не беру. Хе-хе-хе. Шти-шортики. Ну всё, остался один чел, и он, эф. Оковы на 40 секунд, пойдём искать где. Бьёкинината, хиричарно, онээсан. Там что ли? Оковы очень яркие, просто нереально имбовая штука. Оковы очень сильные. 4% на охотника ставили, поздравляю. 160 тысяч рогаликов тому, кто поставил на красное. Вк-звуки слышно? Я не знаю, честно. Я вот, я слышал только Эндору и Соплю. Я не уверен, слышно их или нет. Хочу, чтобы ты знал, я спустил на тебя все рогалики дважды. Класс, пэрон, класс. Ба-бам. Плюс 98к, нормально. Ивент класс, но баланс они не смогли, как по мне. В таких играх не может быть баланса. Это асимметричный, асимметричный хоррор, можно сказать, прятки, догонялки. Тут не может быть баланса вообще. Дамик, Жак, у тебя, по-моему, в сопля было. 4к, чего поднял, 98к. Нормально. У тебя на специально слез нет? Я всегда стараюсь нормально играть. Охотник. Поля. Поля-то, поля. Не, оковы очень жесткие. Самый бесполезный скилл это всевидение, потому что к этому моменту ты уже должен несколько игроков поймать хотя бы. Но все-таки интуиция на втором месте, а оковы мимба. Так, я хочу за кого? Давайте за козочку побегаем. Цуги наши готова. В лоббе точно слышно был матч, пока все настраивали игру. У меня был слышен эхом Крик Беннета, Adventure Team. Ммм, ясно. Незаметное место, но я туда все равно шел, поэтому высыпляем тебе, по-моему, не так сильно помешало. Я поставил на охотника в половину, поэтому ты обязан победить. Но в этой локе, я думаю, что получится, в принципе. Многовато три штуки рядом. Да, там что, бабочку можно было украсть или что? Первый есть. Второй есть. О, фейковый. Ну, неужели хоть кто-то их использует? Это было быстрое. Да. Обязательные места. Та-дам-там-там. Это в теории может быть дерево. Хотя, скорее всего, она бы выше показала. Просто спрятавсь в дереве. Ди-ди-ди. Та-дам-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там. Блин, не знаешь, что ты так радуешься? Там коэффициент был 95% к 5%. Вы вообще практически ничего не получаете, когда такие ставки делаете. Вы хоть иногда рисковые гамбы делаете? Хоть кто-то. Стримеры спорят чаты, булли. Да нет, я им сказал, что это вполне обычные места для Хайда, чтобы они в следующий раз там не прятались или прятались как-то получше. Так, время, на самом деле, уже почти 3 часа. Я думаю, сейчас еще каточку. Пробежать маршрут артов. После маршрута артов пойдем смотреть новинку. Рогалик. Потом новинку Метроид. И вечером уже бать стримеров соберем. Думаю, часов в 7 все-таки. У него говорит, что часов в 7 созвонимся и соберемся. Ну вот. Так, мятежник, окей. Давайте Бенни. Мне понравился Бенни в этой локе. Ну, ивент, конечно, просто. Побыстрее бы новые обилки, если они будут. Новые карты, конечно же. Чем больше карт, тем больше разнообразия. В порядке играть. Пати стримеров на равен. Да, да, да. Так, у вас есть еще 30 секунд на прогноз. Против нас БК. Некий. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-кенда. Букен. Ту-ру-рум. Ту-ру-ру-рум. Вот это кстати камень крутой. Он представляет быстро на этот дом забраться. С кем пати стримеров? Ну, пока Нюк и Экс-Магистр. И четвертым пока непонятно кто. Он писал Сейвер Мун, который тоже вроде вечерами стримит, но он что-то пока, говорит, не отвечает. В ДС? Ну, да, конечно. Прям что-то близко. Ну, фейканул. Фейканул. Хорошо. Но он поймал другого челика. Кстати, сено мне, сено не такое интересное, как коробка для этого места. Ну, ладно, какаху ударился опять. Ну, это кстати сильно охотник действует правильно. Он уже залез на эту. Ля, она очень далеко. Я не смогу это забрать. На обоих или на одного? На меня только по ходу. Мент было на доме находиться. Класс! Хорошая коробка, говорю, этот камень. Если себе самому не мешать. Ну, ладно, может быть, последний челик еще выживет как-то, но сомневаясь, на самом деле, если у него белка нормальная. Та-дам-там. На обоих там время пишут, все видения. Окей. О-о-о, знает, где он примерно. Да, белка, окей, нормально. С зрителями поиграть неудобно это. Неудобно и не так себе. У него есть еще одно использование. В принципе, если челик будет бегать... Мне кажется, что он, да, вот здесь где-нибудь прячется, наверное, на доме. Или нет? Ну-ка. Давай, челик! У него вот сейчас примерно лапки откатятся вроде бы. Или он их уже юзал? Я не увидел. Походу, рип. Еще осталось только лететь, в теории, если он где-нибудь на доме. Победили мятежники. Но это было близко, Кэй был хорош. Победили мятежники.